А сейчас мы с вами пришли в уникальное место. Это один из лучших музеев Бразилии, а возможно и всего мира. Добро пожаловать в музей керамики Франциско Бринал. Здесь вы находитесь в уникальной атмосфере тишины, красоты и гармонии. Это место прекрасно подойдет тем, кто находится в творческом поиске. Либо, если вы ждете малыша, знаете, вот некоторые слушают классическую музыку для того, чтобы наполниться, для того, чтобы чувствовать вот это расслабление. И здесь нет толп людей. Вы представляете, в отличие от других музеев, где нужно стоять в очереди на то, чтобы посмотреть на какую-то картину, здесь вы гуляете и наслаждаетесь этим безграничным пространством. И дело действительно даже не в тех экспонатах, которые вы видите вокруг, а в том ощущении, которое вы получаете благодаря взаимодействию с этим пространством. Здесь все выстроено гармонично. Франциско Бринал посвятил этому музею всю свою жизнь. Он восстановил заброшенный гончарный завод, построенный в 1917 году. В 1945 году завод был остановлен и стоял в руинах практически 30 лет. И Франциско Бринант, автор этого музея и создатель, он восстановил руины этого завода, завода своего отца, который достался им по наследству, и сделал из него столь прекрасный, гармоничный и необычный музей, не имеющий аналогов в мире. Удивительная геометрия. Необычные скульптуры. Игра света и тени. Все это погрузит вас, знаете, в особое медитативное состояние, которое позволит вам выйти за рамки привычного восприятия этого мира. Вы знаете, для того, чтобы это почувствовать, некоторые люди употребляют определенные вещества. А здесь вы можете выйти за рамки вашего восприятия, просто посетив этот музей. За что я люблю этот музей? За то, что каждый раз, приходя сюда, я открываю для себя что-то новое. Насколько мне нравится вот эта атмосфера, она просто непередаваемая. То есть это вам не стоять в трех метрах от экспоната, который находится за бронированным стеклом. Здесь вы чувствуете эти экспонаты и даже можете слегка дотронуться до них. Субтитры создавал DimaTorzok Сердце этого места – это печь за моей спиной. Именно в ней производили тот самый кирпич, из которого сделан этот завод, и та самая черепица, которую вы сейчас видите над моей головой. Интересный факт. Изначально Франциско Бринант считал керамику второстепенным искусством и планировал связать всю свою жизнь с живописью. Но два великих творца повлияли на его путь. Это керамика Пабло Пикассо и мозаика и архитектура Гауди. Поэтому Франциско Бринант решил посвятить себя керамике и создал этот великий музей. А в центре этого фундаментального комплекса находится яйцо. Яйцо символизирует начало новой жизни. И видите вот этот витраж из голубого стекла? По сути, это говорит нам о том, что это вода. Вода – это жизнь. Я рекомендую всем, кто будет посещать Ресифи, обязательно заехать в это место. Честно скажу вам, я не ожидал увидеть ничего подобного и не мог даже представить, что воображение человека может рисовать столь необычные скульптуры. Редактор субтитров А.Семкин Не все понимают это искусство, но самое главное в том, что это искусство – оно настоящее. Оно не оставляет равнодушным никого. Давайте подытожим, в чем основные особенности этого музея. Это не Эрмитаж, не Кремль и не Лувр, где вы стоите в огромных очередях, чтобы посмотреть на картину за бронированным стеклом. Для меня это не просто музей, это храм. Здесь вы чувствуете, что жизнь, она бесконечна, что смерти нет. И вот те формы жизни, которые есть, они просто перетекают из одной формы в другую. Это стоит прожить. Поэтому я приглашаю всех тех, кто будет в Ресифе. Если вы будете здесь, вы просто обязаны посетить это место. На самом деле бесполезно снимать все эти ролики. Нужно приехать сюда и просто это почувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова